здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня я вам покажу картофель из банально из магазина дикси на вид этот картофель очень красивый здоровский вот так он выглядит давайте покажу на первый взгляд картофель очень классный красивый здоровский но на самом деле он не такой здоровский как кажется смотрите внимательно сейчас я этот картофель начну чистить беру картофель очистку и начинаем чистить классный картофель никакой помарочки все здорово чистим споласкиваем картофель и думаем картофель класс просто здоровский картофель да а давайте теперь его разрежем пополам и что мы видим офигенный картофель может быть это просто один картофель давайте посмотрим другой почистим другой картофель и это все делает магазин дикси не знаю где они берут эту картошку но получается что я покупаю картофель а есть его нельзя в принципе не знаю что там в этой черноте находится давайте еще один разрежем разрезаю смотрим опять такая же фигня снаружи классный внутри чернота может быть и это тоже случайность давайте почистим я его даже чистить не буду просто режу пополам разрезаю точно такая же фигня режем еще картофель ну здесь картофель практически нормальный но есть точки в любом случае они есть давайте еще раз разрежем ну здесь они есть но ладно это еще можно вырезать не вопрос и вот эта вся картошка которая была куплена в дикси и это уже наблюдаю не первый раз они занимаются какой-то каким-то фальсификатом кроме картошки в дикси нельзя покупать хлебобулочные изделия то есть хлеб там обычная просроченной недельной давности он такой твердый что я не знаю он уже там чуть ли не заплесневелый значит йогурты просроченные продаются их есть нельзя консервы попахивают тухлячком неоднократно брал рыбные консервы их есть вообще невозможно значит соленые помидоры после которых болит желудок значит очень часто ценники под ценниками написано одно берешь в итоге ценник абсолютно другой вот я думаю что это делают сами представители компании дикси или их заставляют это делать значит еще одно в дикси находится шесть касс всегда работают только две все остальные никогда у них не работают у них стоит целая куча народа зачем тогда ставить шесть касс если у них работают всегда только две непонятно и обращаюсь к представителям дикси значит может быть вы все таки подумаете и поднимите сервис своего магазина дикси ведь наверняка это происходит не в одном дикси потому что обслуживаюсь и пользуюсь этим магазином я уже давно и как бы знаю его вдоль и поперед все спасибо за внимание удачи я помню нет нет ну есть интересно